Данное видео создано в развлекательных целях, всё показанное сегодня по Вебройзе. Трэээго! Амине семечек! Амине! Здравствуйте, ребятушечки! Мы приехали на новый район изучать новые геолокации кормилец. Поэтому вот она первая, и сейчас мы будем заныривать и испытывать её на наличие находок. Как я вижу, тут уже всё разорвано, тут побывали голодные конкуренты. Но я всё равно залезу, возможно, мне повезёт. О, нифига! Целая вообще, ребят, смотрите, машинка целая полностью. Вот как совести-то хватает такое выкидывать? Это ж другие бы дети играли бы. На детской площадке могли бы оставить. И другие дети играли бы и кайфовали. Взяли, выкинули. Вот это, конечно, грустно. Это ещё и Мерседес. Так-то мы бы могли это взять на продажу. О, нифига, какая сумка. Dark Color Light. Она с тремя отделениями, прикинь, такая. Всё, можно сортировать, находки складывать. Сюда технику, сюда вещи. А сюда смазочку для пениса, Дима, а не еду. И всякие эти игрушечки для взрослых. Ну и сумка вообще огонь. Вот это берём. Это для находок. О, нифига себе. Почти полбутылки вина. Росмари. Ну, я за рулём пить не буду. Но так можно взять на потом. О, Old Spice, ребят. Почти полный. Это мне для подмышек. Это я люблю такое брать. Ведь это в магазине стоит дорого, а в помоечке бесплатно. Клубничный кисель. Вот эти тоже меня не надо. Только он 17-го года. Он уже очень старый. Ой, ещё какая-то. Лактоцит гирол. Для девочек с трёх лет. Так это же для интимных гигиен, ребятки. Но это мне не надо. У меня там всё нормально. У меня всё чисто и кристально. Знаете, после очередной вылазки в поисках хлама, порой так хочется оказаться где-то на другой планете. Да даже на том же Аракисе из недавно нашумевшей дюны. Сражаться за пряности. Пытаться не стать кормом гигантских червей. Интересно же. А теперь представьте, если бы всё это можно было проворачивать уже на технике. А это на самом деле вполне возможно. Ведь сейчас в онлайн-экшене War Thunder проходит событие, в котором вы можете опробовать футуристичную бронетехнику и те крылатые машины, похожие на стрекоз. Соревнуйтесь с другими игроками с помощью лучемётов, силовых щитов и звуковых волн. Захватывайте ключевые точки вроде сборщиков пряностей или бас. И почувствуйте себя настоящим королём дюм. Ну а в погружении вам поможет топовая графика и реалистичные эффекты, благодаря которым всё выглядит как в лучших фантастических фильмах. Так что переходите по ссылке в описании и забирайте свои стартовые бонусы. Бесплатно качайте War Thunder и конечно же врывайтесь в события на песчаной планете. Главное помните, что злить огромных червей – плохая идея. О, какая игрушечка милая. Вот это можно взять на продажу. Классный набор дала помоечка. Можно девушке подарить и будет хекс. А это чтоб подмышечки во время этого дела не воняли. А по-моему после этого дела, когда родятся деди, можно будет подарить им игрушку и ещё выпить часитого венца. Дай гляну. О, нифига себе. Я люблю людей, стикер. Ха, и тип с бензопилой. Топовый стикер реально, забираем. Но эти коты – это шляпа. А чё ты достал? Оно сейчас раздует ветром. О, мюсли, батончик, яблоко из лаки. Это я сейчас похаваю. О, раскладной ножичек старый очень. Ну, наверное, да, он ржавый. Зажигалка. Рабочая автогенка, ребят. Тупо рабочая автогеночка топ. О, для кальяна чаши. Нифига себе. Да, это вместо фольги под угли топ. Две чаши для калика, ребят. Вообще нормальные. О, ещё одна. Вообще как новая чаша. Три чаши для калика топ. Чё тут? Что-то, Дим? Какой-то порошок. О, ещё один батончик с мюслями. И зажигалка какая-то прикольная. С птичками. Но она не работает. Мюсли, ребят, 21-го года. Это я сейчас буду хавать. Так в этих мюслях столько витаминов. Ну, он твёрденький, но он с этим, как назвать, с протеином. О, Дима, тебя не смущает, что нас бабушка уже опережает? Идёт на опережение, видишь? Ну и что, что она не залезет? Так она сверху сейчас все айфоны соберёт. Ребят, там бабушка, короче, впереди нас идёт пешком по помойкам. А мы что-то не успеваем её обогнать, а она действует на опережение. Она нас, конкурентов, увидела. Идёт вперёд нас и залутают кормилицы. Дим, там карточка от Тинькофф банка. Ты ж собираешь? Кормилицы. О, Дим, вынос! Сумка топовая для находок. Дим, тут вынос. Там вон эти крышки от кастрюли вообще как новые. Офигеть, новая реально крышка. Вот это продать можно на барахолке. Коробочку? А, нет. Понял. Вы очень красиво одеты. У неё бабушка на стиле. Вот она на опережение идёт. Впереди нас кормилицы разрывает. А одета так, блин, как на парад. Вообще, по последнему писку моды. О лохмотье, обрубке. Это, представляете, ребят? Люди не хотели выкидывать целую вещь и взяли её вот так вот мелко порезали, чтобы никому не досталось. Кормилица. Паркур, паркур. Помойный паркур, ребятки. Проверяем. Пусто. О, какая-то сумка. Сумка пузатая. О, тяжёленькая. Нифига себе, ребят. Нифига тут сколько всего. Какой-то паспорт. Слышь, Колян? О, походу, сумка с этими, блин. С паспортом, с кошельком совсем. Новую купили, а старую выкинули? Думаешь? Ну, а что такое? А может её, это, у кого-то вырвали преступники и выкинули? Точно нет? Успокойся, всё нормально. Всё нормально. Там, если что, твои будут отпечатки. Что-то такого даже. Мои отпечатки? Да, тут ничего в этом такого. Слышь, я очкую что-то, блин, проверять её. Да мне пофиг ещё. А? Мне очень пофиг. Почему? Потому что. Почему? А чё ты так стесняешься камеры? Всё понятно, короче. Так, ладно. Осматриваем этот шикарный вынос хаты. Я спешить, ребят, не буду. Нифига себе, кошелёк целый. Пустой, к сожалению. Очень интересный вынос. Кошелёк на продажу сразу. Сумка, ребят, David Jones Brand. Может, сумка даже дорогая. Смотрите, кто-то летал на самолёте. Ясакова Вера летала на самолёте. Чего тут Ясакова Вера выкинула? Ещё один кошелёк с лисицей. Лисий кошелёк. Опа. Чё это такое? Какая-то бряшка. Это шляпа. Вот в таких кармашиках могут быть деньги. Лично я так деньги прятал. 5 тысяч на чёрный день. И вот я всегда пытаюсь таким образом, все карманы проверяю, чтобы, мало ли, вдруг тоже кто-то делал так же, как я. Я помню, когда выкинул кошелёк, забыл про эти деньги. Ой-ой-ой, как свежак залетает. Нет, кошелёк не пойдёт на продажу. Смотрите, вообще кожаный. Ребят, это реально кожа. Толстый такой. Это настоящая кожа, видно сразу. И такое выкидывают, блин. Да я бы себе бы его забрал. Я, кстати, походу, свой кошелёк потерял. И вот мне будет замена. Чехлы от пятого айфона, оно поломанное. Нифига, деревянный такой чехольчик. Вот этот прикольный. Ну, блин, чехлы на рынке не покупают. От семёрки? Прикинь, мы сейчас тут айфон найдём. Этот седьмой, от которого чехол. Ну, я что-то не думаю, конечно. О, смотрите. Ребят, это комплект. Кошелёк. И, видите, это же фирма. Визитница. Кожаная тоже. Ну, вот это уже топ-находка. Чё тут ещё? Какие-то фитнес-хаус. В новом году изменив жизнь к лучшему. Её чуть не прибили. Так. Обложка на паспорт. Хотеть быть вместе. Сделал дело, гуляй смело. Совместный выходной шопинг. Какая-то любовная обложка на паспорт целая. Офигеть. Нафиг столько кошельков покупать, чтоб их, по-моему, все выкинуть. А может, эта девушка всю жизнь их копила. Ну, это тоже хороший на продажу. Но он пустой, к сожалению. Нифига, коробка от Лакост. Чё-то внутри есть. Чё-то есть внутри, ребят. Чувак, тут айфон. Седьмой. Чёрный. Обалдеть. Китайский? Да нет. Я уже по линзе камеры вижу, что это оригинальный. Не китайский. Но экран битый. Ну, сейчас проверим. Нифига, это, наверное... Ну, это седьмой, да. Вот сканер отпечатка пальца. Охренеть. И это, походу, от него чехлы. Или нет? Нет. Это от шестёрки. Не, ребят. Реально мажорка какая-то. Выкинуло айфон. И ещё половину куботончика. Коконут бар. Только он открыт и уже засох. Айфоны находить, это, конечно, классно. Тем более, ещё такие. Седьмой айфон, да это, блин, ещё современный. Ещё с ним ходить можно. Держу, пытаюсь включить. Что-то не включается. На эту зарядку ставить. Чувак, ну я просто в шоке, реально. В этой помойке мы уже второй раз топ-находку находим. Это, походу, самая теперь топовая помойка на всём районе. До этого, ребят, мы здесь PlayStation 4 нашли. А сейчас седьмой айфон. А, кстати, может, это и восьмой айфон. Модель А1778. Стоит он новый вот столько, если их ещё продают. А бэушный стоит вот столько. Придём в гараж и проверять будем. Хотя нафиг томить. У нас есть пауэрбанк прям с собой. Ладно, попозже поставлю его на зарядку. Надеюсь, будет работать. Но это просто кайф, реально. И вот эти вот, блин, кожаный набор тоже топ. Охренеть. Если бы сейчас Дима был бы, мы бы с ним дрались бы за эту сумку. А, Коля со мной-ка. Коля со мной. Это вообще все находки мои. Он не лезет в драку со мной за находки. Он спокойно на всё реагирует. А Дима как дикарь. И вот этот бампер, наверное, тоже от него. От этого айфона седьмого. Так что бампер этот тоже берём. Ребятки, вы посмотрите, как идеально этот бампер подошёл к этому телефону. Он точно от него. И прям реально топовая защита. Короче, ребят, телефон рабочий. Смотрите. Сенсор работает. Экран вроде бы оригинальный. Желтизное даёт. Это значит, что он оригинальный. Вот какая-то кнопка, я не знаю, зачем она здесь находится. Он просит пин-код. Введите код-пароль. Код-пароль я не знаю, но попробую. Один, два, три, четыре, пять, шесть. По классике. Нифига. Айфон отключён. Попытайтесь снова, когда пройдёт 15 минут. В общем, видимо, его выкинули из-за того, что забыли код-пароль. Не смогли разблокировать. И в итоге вышвырнули на помойку. Но это уже топчик. Его можно продать на запчасти, я думаю, тысяч за пять. Ну, может, чуть дешевле. Вот. А чтобы сбросить код-пароль, это нужно иметь код-пароль. Короче, это айфон. Тут только материнскую плату менять. Потому что если телефон запаролен, уже никак его не сбросишь, к сожалению. Вот. Ну, семёрка это пушечка, ребят. А может, это и восьмой айфон. Я не разбираюсь. Но на вид он как седьмой. Обидно, конечно. Но всё равно аппарат топовый. Жаль, что запаролен. Ну, блин, неудивительно. Постоянно техника Apple попадается от айфона. И они чаще всего всегда запароленные. Опа. Дублёночка. Дим, дублёночка на продажу. О, принтер. Принтер Epson. Но он поломанный. Нифига себе. Для Матиза спидометр. Вот это интересно. Это можно на скутер установить. Тут курочка, курочка. Курочка-гриль здесь. Дим, вот курочка, курочка. Не будешь курочку? А она вкусно пахнет. Она прям видно свежая. Курочка. Ну и что? Это зато оригинальные. Офигеть. 38 размер вот такие найкосики. Они просто грязные. Слышь, Дим. Скажи между нами. Бабушка тебе понравилась? Нет. Почему? Она очень красиво одета. Я не геронтофилна. Кто ты? Я не геронтофилна. А, я понял. Ну блин, как так-то? О, так это нифига себе. Это такая рассветка модная. Это дворник у них работал. Газон косил. Еще когда-то, наверное, в том году. Сейчас газон пока рано косить. Он еще не отрос. Пробираюсь сквозь стерни к звездам, кормилицам. И вижу тут уже какой-то пакет с вещами. Так они детские, блин. Ну это можно на продажу взять. Куда бежите, а? Иди нахуй отсюда. Это моя помойка. Что, дворник? Я здесь дворник. Так, что у нас здесь? Грибочки опять. Да почему сейчас грибы выкидывают? Блин. Дешевили. Ой, падлы. Топовое качество. О, нифига. Ага, понятно. О, это что? Нифига какой старый чехольчик. Офигеть, это для очков. Смотри какой старый. Мерел написано. О, одноразочка. Незаряжаемая. Из Японии. Сыша фруйц. Сыша фруйц, ребятки. Фруйц. Дим, это тебе? Нет, мне не нужно. А что не нужно? А Филиппу Киркорову цветы кто дарит? Мужчины. И что в этом такого? Потому что он пидор. Почему он? Киркоров это пидор. А? Да хорей, то есть, ивать, ну человек пидор. Если то, это пидор. Вы поняли, что Дима имеет мнение к Киркорову? Как он к нему относится? Дим, ну капец, блин. Вот это вот мне душу затронуло. Я-то вообще фанат Киркорова. И он сейчас его так обозвал. И как мне жить после этого? А у меня тут вынос из хаты. Залутай, Дим. Быстрее, 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 быстрее. Нюхай бебру. Находочки все мои. Вот так вот я схитрил, чтобы обогнать Димона. И залутать кормилицы. Видите? Пару секунд решает многое. Я успел кормилицы, впервые их. Ты увидел, а я взял его. Нифига у него ручка какая интересная. О, нифига себе. Коробка от Диор. Люблю эту буреночку. Нифига себе, какой комодик топовый, ребята. Офигеть. Так он реально топовый. Внутри даже... Офигеть. Тут запчасти, вилки всякие. Офигеть. Какой комодик топовый. Но это с кухни. Слышь, такой комодик нам бы в гараж вообще бы идеально вписался. Вот смотри, сколько нашел. Розеток и эти механизмы для полок. Это розетки нам не нужны, только на барахолку. На барахолку, да. Вот механизмы открывания этих дверок в полках всяких. В пакетиках топчик. Ой-ой-ой-ой. Блин, такой комодик. Блин, я бы его так забрал бы. Он такой классный. Вроде крепенький, хороший. О, нифига, Дим, зацени. Я выкинул сейчас. Ты выкинул? А почему ты выкинул? О, так это же этот блендер старый. Или как его там? Миксер. Миксер, да. Вазочка, половник и алюминий. Так, а у меня тут весы, Дим. Две пары весов. И ножики классные. О, и ректальный градусник, Дим. Что? Ректальный градусник, АНД. Рабочий. Это в анал вставлять. Он мне не нужен. Почему он тебе не нужен? Это температуру мерить. Вообще он детский. Но можно и взрослому вставить. Весы, не знаю, работают, нет? Но возьмем, да. И вот мини весы кухонные тоже есть. А вот эти ножики топовые. Смотри, какие удобные. Что-то чистить. Это в гараж я возьму. Колосок пшенички повис на рукавичке. О, нифига, какое ведерко интересное. Дим, смотри, ведрок какой-то. Это для мытья полов. Может, вы, ребят, подскажете, что это? Это шешвабру мыть вроде бы. Это, кстати, топовое. Оно мне надо. Это же для обычных швабр. Ребят, я не смог, короче, устоять перед этим комодиком. Поэтому мы с Димоном его загрузили на мой самокат. И сейчас я его сам повезу в гараж. Ехать мне так немало. И я надеюсь, я доеду. Не разобьюсь. И нигде этот стол у меня не съедет и не упадет. Ну, просто посмотрите, какой он огромный. Этот комод или, ну, комод это получается. И в гараже он мне очень понадобится. Поэтому надо увозить как-то. Но я в шоке, блин. Самокат прям отрабатывает свою стоимость на 100%. Потому что это только бы на машине пришлось перевозить такой комод. А тут просто на самокат поставил и поехал. На скутер бы мы бы никак не смогли загрузить этот комод. А самокат прям выручает. Ну что, ребят, буду как-то ехать, блин. Это очень опасно с этим комодом мне будет сейчас ехать. Потому что он очень большой, габаритный, тяжелый. И он может, пока я буду ехать, сползти и упасть. Вот это будет самое жесткое, конечно. Надо как-то ехать медленно, аккуратно. Капец. Такие грузы я еще на самокате, конечно, не возил. На дорогу, наверное, выезжать не буду. Капец, ребят, вот это жесть. Это очень опасно, то, что я сейчас сделаю. Особенно на поворотах его может занести, он может соскользнуть. А что, может мне этот комод прикрутить к самокату и всегда с ним, короче, ездить. Использовать как багажник. Нормальная получится тема. Очень вместительная. Улепите лайк за такие риски. Ребят, вы посмотрите, как идеально он вписался в мой гараж. Он офигеть, такой красивый, еще в хорошем состоянии. Мы сюда будем складывать наполнение для сюрприз боксов с помоечки. Кстати, ссылочка на мои сюрприз боксы в описании. Это такие подарочные коробки, куда я складываю самую топовую технику из помоечки. Упаковываю коробочки и отправляю вам. А вы их уже дарите или себе берете. А внутри лежат топовые гаджеты. И всякие разные сюрпризы с помоечки. Это вообще очень уникальный топовый подарок. А комод просто пушка. Идеально просто. Оу май. Сразу вещички на продажу. Пацаны, джинсики. О, сковородочка еще. Как, блядь. Сковородку забираем. Шмотки надо перебрать. О, штанишки. О, в смысле? Это меня носить. О, да ладно. Они женские, блин. Да они женские. Че там? Болки. Есть че? А я-то щас найду по-любому. Кто скупать пообещал? Человек один. Что он хочет скупать? Лифчики, трусики и чулки. Зачем? Не знаю. Сами доказывайте. Ребят, думайте в комментариях, как вы думаете, для чего у нас подписчик хочет покупать лифчики и трусы женские. Вот на продажу. Хорошие. Чулки давай и гетры. Чулки? Вот гетры, это мы собираем, покупают тоже. Это толстые. Они не пойдут. Нет. О, лего. Чувак. Лего. Да. Целый пакет. О, я вот эту птичку только возьму. А, она поломана. Я колбасу отсюда только возьму. А ты лего забираю. Тут много его. Вы че там дерете? Разрывают, блин, как гиены. Дай мне эту залупу. Ну дай залупу. Дай залупу. Да вот эту лупу. Залупу. О, балдеж, ребят. Балдеж. Вот это заберем. Это нам пригодится. А Илюха любит вот лего именно собирать. Поэтому он сейчас каждую детальку будет забирать себе в рюкзак. Тупо разрывают. Как гиены набросились на этот пакет. Вон, смотрите. Пацаны смотками тарятся с помоечки. На продажу. Дима урвал вот такие вот трусики нюхательные. Это у нас клиент появился. Вот как раз с выделениями это то, что надо. И вот лифчик тоже хорошенький. Это мы забираем. Фу, капец от него несет. Прямо аж на расстоянии полметра. О, сапожки топовые. Да, ништяк. Олеси ОНЕСКО бренд. Олеси ОНЕСКО. Это Италия. Это вообще дорогие. Нормально. Бизнес прет полным ходом. Ты смотри, Макс, вот там под этими штуками. Под ними пакеты. Под этими чехлами от дивана. Это вынос хаты. Вынос хаты. Галяк полнейший, пацаны. Волки. Пацаны, галяк. А вот ты полез? Ты что-то увидел? Нормально. Ребят, курсы 20 тысяч. Ссылка в описании. Смотрите, как у него хорошо получается. Только смотри, я тебе дам еще один урок. Если в баке мало свежих пакетов, то даже лезть не стоит. Потому что время тоже дорого стоит. Лучше не рыться в этом баке, а поехать и залутать следующий. Правильно, а проводок стоит 100 гривен на рынке. 100 гривен? Так он может оказаться нерабочим. Это не те деньги, ради которых надо брать его. Ребят, кстати, информация для тех, кто живет в Санкт-Петербурге. Данный скутер я продаю. Это Хонда Зуммер. Как вот, 14-го вроде года. Все в отличном состоянии. Все работает прекрасно. Кроме вот этого переключателя поворотников. Он иногда барахлит. Здесь стоят тюнингованные вот такие фары, которые тоже работают. Там вообще балдеж, ребят. Короче, продаю его с тюнингом за 90 тысяч рублей. Вот, здесь у меня, видите, затюнингованный топовый бугель, который я сделал собственноручно. И скутер очень надежный и качественный. Просто он мне сейчас не нужен, потому что у меня техники хватает, и я решил его продать. Для покупки скутера переходите в описании. Там вы найдете ссылочку для того, чтобы его приобрести. А скутер очень топовый. На нем очень много всего перевести можно. Вот здесь вот этот бугель позволяет перевести штук где-то 8 вот таких вот сумок. И плюс мы на нем даже втроем ездили. Короче, идеальный вариант для дачи. Да и для города тоже. Просто бомба. Ну а бугель, если что, можно снять. Оно тут все снимается, и он никак не приварен к раме, поэтому ничего тут не повредится. Ну, не повредил я ничего, когда его устанавливал. Если снять бугель, все будет так же, как и раньше было. Ребят, я тут пока по телефону общался. Дима залутал вот там помоечку и нашел ботиночки. Его размера как новые. Ну что, их подклеить. Хотя нет, тут сквозная дыра. Да слушай, можно так-то заклеить, но оно отвалится все равно. Ну попробуй, возьми все равно. Помоечка хотела Диму хорошо обуть, но чуть-чуть у нее не получилось. Но все равно неплохо. У тебя опять все ушатывается. Так это адидасы и ушатал их уже почти. О, гитарка. Да ну нафиг. Гитарку нашел. Пацаны, спою вам песню на заказ. 500 рублей. Одна песня. Советская гитара, ее купят даже в таком... Советская, еще со струнами, только это отклеилась штука, ребят. Гитара называется Диплом второй степени. Совет народного хозяйства. Фабрика музыкальных инструментов Луначарского. На, Дим, тебе на обзор. Так, а у меня тут дальше. Что у нас тут? Яблочко. О, жижа для вейпа была. Где тик-тили пипи? Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Ливчичек. Да это маленький. Это вообще на маленький размер. Чулочки, это тоже нам надо. Вон там еще одна пара. Вон, вон еще одна пара. Вообще бомба. Топовая находка. О, чувак. Так это, блин, для этих тросиков. Топовая тема. Давай. Такие-то блоки, да? Блокировки. Топовая тема. Это надо в гараж забрать. Мы трос натянем от нашего гаража к соседнему и будем вещи сушить. Ребят, топовая тема. Много проводов. О, датчик. Это датчик движения. Опа. Слаботочечка. Нет, там сигналка. Давай, 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 дай. Это сигналка. Аккуратно. Сразу в пакет складывай. Это походу сигналка. Датчики вот эти дай. Блок управления. Тут, наверное, блок управления сигнализацией. Плата, точнее, от него. Да, сим-карта вставляется. Гольфстрим. Охранные системы. Охранная система. Гольфстрим в разобранном виде. Вот USB кабель тут. Это пульты. Ее сняли, да. О, экран с клавиатурой. Да, да. На батарейках она? Гольфстрим, ребят. Нет, тут не... Вот питание подключается. Тут все разобрано, но это можно собрать. Вот блока этих датчиков много. Датчики размыкания. Это на окна ставятся. Еще какая-то плата. А вот и антенна, чуваки. Чуваки, антенна. Помоечка дарит охранную безопасность. Это тупо можно любой дом подключить к охранной сигнализации. И никто не залезет. А если залезет в дом, то его сразу накоканят. И приедут полицейские. Это штрэба Хуанла всем пацанам. Сейчас в дворах будет женский став. Это кормилица кормит нас. Всех навсегда. Кормилица. Помоечка. Дала нам секса и деньги. Так точно все. Потом барахолочки разделили пополам. Это штрэббук став лайк и подписался на канал. Как всегда ты себе пришвартовал. Я хз, но тут. Но мы ломан убитая. Сегодня мы посмотрим, что в этих коробках у вашего дома. Китайцы самый лучший став. Мы потом все разберем. Деньги надо, надо. Деньги надо, надо. Деньги надо, надо. Салют, ребята. Салют, ребят. Четко, штрэббук. Мы вахуем. Я Влад. Пацаны, рад познакомиться. А мойка кормит. А мойка кормит. Нифига у тебя аппаратура. Я готов. Ты был Энси Штрэббук. Управ на голову, наверное. Налезешь, хорошо. Все, что Влад нашел. Ты будешь видеть, наш дружок. Все это какие-то планы. Есть у вас есть какая-то цель, типа? Что мы должны найти для собрать эту сумму? Мы должны найти силиконовую куклу. Еееееее. Да. В этом выпуске мы найдем силиконовую куклу. Если нет, ребят, там все в ваших донатах. Влад уже залезает. Еее. Еее. Познали. Камон. Летс геу. Летс геу. Давай пакеты варем. Вот уже и нога. Надеюсь, не собаки. Вот он и в атаке. Летс геу, братья. Филипп Лейн. Филипп Лейн. Нет. Двести рублей. Первый лот мы ставим. Розыгрыш уже пошел. Надеюсь, вам и Косте сумку видно хорошо. Летс геу. Это Штрэпу. Кормилица нам покажет все, наверное. Наверное, найдем эту куклу. Вон нет. Это одна еда. Только еда. Только еда. Хотя бы оставили бы что-нибудь. Все доедают. До конца. Очень интересно. Сильму Свету. Что находится в этих пакетах. Ребята, что вы смотрите вот так вот? Кидайте бабки. Тут ничего не видно. Аккуратно. Аккуратно отодвигается штука. Девчонки там уже танцуют в буках. Hello, леди. Как вам такой контент? Давайте как спаться в баках. Давайте копаться в баках. Это Штрэбух. Он знает, как надо. Вот уже сапожки. Выглядит на Косаря 3. Если так подлатать, осторожно. Вот уже сапожки. Вот уже и лук подобрали. Прямо сумочкой в Штрэбах. Ну ты гуд. Ее. Робин Гуд. Дольче Габбана. Покупай, друг. Все нормально. Давайте вот эти шмотки не на барахолке, а запустим онлайн-контр. Мы стираем, приведем в порядок. И ребята вы увидите. Они твои. Они твои. У нас тут крупный голяк. Как тебе, друг? Вот такая шубка. Это тебе не шутка на минутку. Этот бренд Остин Деним. Очень классно мне с ним. Эта шуба меня утепляет. Ночью согревает и дает пропитание. Это вот такой движ на кормилицах. Если ты не с нами, иди нах. Иди нах. И мы обязательно найдем резиновую куклу, но а пока вертолетик улетает в небо, его не подлечат. Вот это вот баночка. Бум. Самолетик упал. Вертолетик упал. Прямо все со глазами. Но найдем. Кукла, она где-то, братан. Надеюсь, что ты не пропустили ебал. Поколку хочу найти. Секса там. Так, Сонечка, оставил. Много всяких таблеток. Супродинсы. Ну, бренд, это богатая, кстати. Сема. Мерезин, магний. Тут есть витамины. Все, что надо. Мы обожаем эту жизнь. Обожаем каждого, что что-то сюда положили. Что-то избавился прямо от души. Мы нашли. Как-то подняли чуть-чуть гроши. Е, я люблю эту жизнь. Е, я люблю эту жизнь. Е, я люблю эту жизнь. Она такая, как сейчас есть. Просто в нашуку, смотри. Е, и шуба вообще шикарная. Представил мне офигительную даму. Не зашпаренные, не за пятую. Кирюха, так приятно было. Все хорошо. Кирюха для себя уже шубу точно нашел. Е, я возьму вот эти батальончики. Идеально, не ладно, очень хочется. Перезальем видосы в трепах и к нам в ВК. У меня там 60 подписчиков смотрит. Моя мама, мне бабушка. Я не знаю, как вообще продвигаться в этой странной соцсети. Но туда все ушли. Говорят, что там будет жесткий байк. Но пока что мы найдем все участие на помойке. Это ж трэбл. Е, если ты не подписался, ты будешь скоро покойник. Извини, все лежат по койкам. А мы когда заработали денег, Просто просмотрели, что в помойке лежит понедельник. Всем салют, это Нома Лом. И сегодня мне посчастливилось побывать на творчестве Штрэбуха. Это искусство, я считаю. Я делаю такое же искусство во фристайле. Я номер один. И ссылка на мое творчество есть уже внизу, короче. Она где-то здесь. В описании, ребятки. Заходите, посмотрите, что я вообще делаю с людьми на улице. И просто кайфуйте. Всем респект, всем мира. Любовь, любовь, любовь. Да, тут уже кто-то разорвал все. О! О! Нифигасе, Аляска. Сердечная подушечка, которая может обнимать. Вот это надо брать. А ну, давай на тебя оденем. У тебя как раз шлема нет. Опа. Да ты тупо космонавт, капец. Небо, небо, это земля. Как слышно, прием. О, Дим, дождевик. Дождевик, нормально. Это надо себе оставить. Помойка дарит защиту от дождя. Чего, Дим? Да давай подарим ему. Давай мы... Отдадим, будет на совести. Скинешь денежку, хорошо. Давай, давай. Давай на сэш. Ну да, не успели найти в помойке, уже продали за три сотки. Всегда б так было, блин. О, коробка от ноутбука. И легион вроде как-то так. А, Lenovo. Let's go, ля-ля-ля. Бича молодой аристократ. Нам никому не столько рад. Я как будто эмират. Нашел драники картофельные, жареные. Бича эмират. Я легенда, можно умирать. Дима, мужские трусы с дыркой на жопе пойдут на продажу? Там же ты говорил, кто-то нюхать любит и покупает. А мужские чё, не пойдут? А почему только нюхают, любят женские, а не мужские? О, так это же Стич. Это, ребят, Стич. Кто Стич это выкинул, блин? Как так можно было? Или Лила его зовут? Но есть мультик Лила и Стич. Я вот не уверен, что его конкретно Стич зовут. Ну, скорее всего. Осос шляпа. Это сегодня вот такие у нас ребятки, находки шляпные. Чё, Стича будем брать. Можно его сюда посадить. Будет кататься Стич вместе с нами по помоечкам. Топовый тюнинг, согласитесь? Офигенный тюнинг. Дима говорит, тут кто-то нагадил на одноразку. Вот это, блин, капец, ребят. Смотрите, обосрали одноразку. Пакет из Сума. В таких пакетиках может что-то быть. Это богатые люди выкинули этот пакет. О, нифига сколько мыла хозяйственного. Финист. Давайте посмотрим, ребят. Смотрите, сколько его. Ого. Гост мыло ООО Финист. Детское. Это детское. Офигеть. Да тут, блин, на пару лет запасов помоечка.